здравствуйте уважаемые зрители канала рыболовные сети и рыболовные мережи сегодня мы с вами разберем урок как набрать как набрать нить нить как набрать нить для рамовых рыболовных сетей нить используется для рамовых сетей для рамок сетей но здесь на примере мы рассмотрим нить 1 и 2 некоторые сети изготовленные рамовые сети они изготовлены с нити 0 8 миллиметров 0 8 миллиметров это довольно таки тонкая нить тонкая нить и где-то зацепилась а до можете раму оборвать просто оборвать ее и придется ремонтировать сеть на разных рыболовных сетях в разных местах применения используются нити 1 и 2 1 4 1 5 1 6 1 8 даже до 2 миллиметров смотря какие условия непосредственно улова в тех местах рамовую сеть вот такую будем на игличке использовать да удобно просто удобно работать с ними скажем так чем где-то намотать если вы готовите непосредственно там рамовую сеть скажем 50 метров то можно нить подготовить скажем взять нить ну и подготовить без игличек скажем подготовить расстояние нити там 50 там один скажем метр пятьдесят один узелок или если 75 то 76 рамовые сети непосредственно уже протяжка нити в рамовых сетях до раньше я делал немножко другие на ней узлы прям на сети да но эффективность этого узла не был такой хороший эффективность да я вам потом покажу в других уроках что и как проверить допустим рамовую сеть если вы планируете ее купить в магазине да как проверить что на рама сделано хорошо применение узлов я перебрал их очень много в данный период времени я пользуюсь на протяжении 10 лет уже непосредственно одним узлом одним узлом до готовлю один узел который 10 лет в принципе себя уже зарекомендовал и рама при этом остается на месте как было в первоначальном виде быстрее там изорвется все полотно придет сеть в негодность да а рама так и останется но кто умеет ремонтировать сети то это не проблема взяли эту сеть отремонтировали она дальше будет вам служить то есть не прибегая к тем моментам чтобы ее полностью скажем уже износить сетное полотно да но потом придется уже конечно выкинуть срезать там верхние и нижние шнуры которые более дорогие в отношении сети да и ее просто выкинуть так подремонтировали вполне она дальше будет вам служить значит непосредственно по рамовым сетям я набираю сразу на и гречку вот так скажем если набрать полную иглу до самую большую полную углу то ее хватит вполне ее хватит вполне скажем на если заполнить вообще полностью то на 2 рамовых сети по 50 метров то есть на 100 метров там граммовой сети хватит если небольшой объем где-то приблизительно так то хватит где-то на 75 метров рамовой сети хватит вполне набора можно игру что посчитать по узелкам сколько вы будете готовить значит я готовлю узел как я уже сказал по рамовым сетям он немножко выглядит побольше да скажем немножко объемный такой узелочек но я говорю что он держит очень хорошо рам на протяжении 10 лет нареканий нет скажем если делать с нитки 08 он будет поменьше ногу что нитка 08 не так надежно на рамовых сетях значит берем нитку нитку на которую необходимо там отступаем скажем чтобы было удобно завязать вам да потом на рамовой сети делаем просто один узелок один узелок 1 узелок и один узелок и узелки мы эти будем готовить с вами через один метр пять сантиметров потому что рамовую сеть мы будем готовить ее рамные окна будут один метр и нить готовится один метр пять сантиметров потому что когда вы будете если сделаете ровно через метр не затяжка узла все равно идет потеря на узле на нитка будет сокращаться на узле и можно в этом случае перетянуть рамовую сеть и когда будете выставлять то она будет идти перетянутая нить необходимо делать с запасом с небольшим провисом то есть вы будете готовить допустим метровой там метр пять до вузел уйдет пускай это где-то будет метр четыре и на раме будет небольшой провис она будет скажем не так ровно идти а небольшой провис у нее будет ничего страшного в этом нет зато будет хорошая качественная сеть через метр пять чтобы набирать метр пять да ну где-то какие-то поставить риски там скажем можно к примеру там не знаю на стене у меня есть риски да ну поставьте их там или возьмите метр там запасом где-то можно вот я делаю по столу да вот стол у меня здесь составляет 98 98 сантиметров то есть я как делаю еще допустим чтобы допустим ничто больше не использовать здесь да можно просто вот не хватает сам скажем здесь до метра пять-семь сантиметров беру линейку на крае и и ставлю 7 сантиметров вывожу до линейка спокойно лежит она спокойно здесь лежит да не падает ничего и это расстояние от угла от угла до начала там метр пять вот прикладываю чаще пониже отпущу вот скажем линейка лежит 7 сантиметров заодно до приложил на угол да здесь вы вот замер дал замер дал и уже непосредственно сделал в этом месте сделал узелок узелок обернул сделал узелок вот сделал узелок теперь здесь необходимо еще еще сделать узелок еще раз оборачиваем нить на обернули нить и еще делаем узелок узелок делаем рядом чтобы он даже был впритык здесь просто был впритык вот так вот два узелка рядом но тут промеж них практически миллиметр остается он по мере там миллиметр промеж этих узлов надо делать их очень близко очень близко и плотно вот остаются такие два узелочка теперь от этих узелочков мы берем дальше замеряем расстояние от края там стала или какой-то метки и опять метр пять метр пять опять делаем узелочек протягиваю всю нить протянули всю нить и сделали в этом месте узелочек затянули сделали узелок теперь еще раз вокруг и делаем опять рядом узелочек узелок с какого места будет без разницы слева он будет справа главное чтобы он был рядом вот рядом узелок вот опять я протянул до 2 узелка опять вот так что видно было два узелка вот они рядом вплотную практически тот миллиметр на между этими двумя узелочками тем самым мы уже сразу делаем на нити да и у не нато маркером чем-то красить да уже задаем расстояние на этой нити задаем расстояние не на никаких пометок делать уже метки у нас есть через метр пять сантиметров идут двойные узелки опять до от края стола опять отмеряем отмерили и опять всю нить прогоняем с вами прогоняем всю нить прогнали прогнали я опять сделали узелочек затянули опять прогнали это то что я вам говорил для допустим рамовой сети если делать один к трем надо 51 там узелок если один дом 75 метров то необходимо сделать 76 узелков опять вот рядом затянул вот рядом узелки и теперь чтобы не протаскивать всю эту нить всю эту нить до 50 или 75 метров просто край и до узелка я набираю на игличку 23 и набираю до узелка просто будет удобнее работать набираю на эту игличку можно игру что считать эти узелки так как у меня работы много сети много я их не считаю набираю полный так как вам чтобы сэкономить нить скажем да лучше посчитать если вы делаете там одну сеть вот подошли к узелку подошли к узелку крайне куда намотал уже нитку опять отмеряю опять отмеряем от края стола вот сюда и уже удобнее работать уже вот уже через игличку работаем расстояние нитки получается уже меньше узелок и еще продеваем еще рядом поставили узелок то есть через игличку работать просто уже полегче чем скажем прогонять эти непосредственно да вот узелок два узелка вместе чем прогонять всю нитку это 50 метров опять подмотали на игличку подмотали до узелка да вот он размерность узелка и продолжаем так дальше набирать если у вас мрамовая сеть будет скажем трехметровая волда вам вполне хватит двух игличек вполне хватит двух иглич ну скажем четырехметровую значит три иглички 5 метровую необходимо 4 иглички или я говорю просто в таком случае там нет необходимости игличек но смотать скажем но в клубочке можно в клубочке смотать скажем просто смотать в клубочек эту нить все спасибо за внимание